Добрый день, друзья! Сегодня для меня, как писателя, большой праздник. Я наконец-то получил из Канады первое издание моего автобиографического романа «Сын Ра». Две посылки весом по 12 килограмм пришли в Барнаул через Германию из города Торонто, Канада. Что могу вам сказать? Издательство «Альтоспера Паблишинг», уважаемое издательство с мировым именем, который знает практически все писатели России, Америки, США, Канады и европейских стран. Я работаю с этим издательством 2017 года и могу сказать только хорошие слова о главном редакторе этого издательства, писателе Борисе Кригере, который очень трепетно относится к своему издательскому ремеслу, выполняет все обязательства перед писателем и, как вы видите, качество работы превосходное. То есть это мировой уровень. Посмотрите, обратите внимание, какая полиграфия. Иллюстрации для этой моей книги готовил мой друг и одноклассник из Германии Александр Вернер. Это была титаническая работа. Он занимался отсвечиванием старых фотографий, восстановлением качества этих фотографий. И можете посмотреть, какое качество действительно высочайшего уровня. Над этим романом я работал свыше 15 лет. Начал работать я над романом «Сынра» в 2009 году в городе Красноярске. Фактически первые главы «Детство, отрочество, юность» были написаны именно в 2009 году. Фактически за три месяца я написал. Затем был перерыв. Были написаны главы «Тюрьма», «Армия», «Филармония». Ну, а в последующем так сложилось, что главы дополнялись и по мере развития событий в моей жизни. И получилось довольно интересно, когда, особенно в конце, собственно говоря, у меня вставала проблема финала романа. Потому что заканчивать автобиографический роман надо как-то значимо и в то же время с намеком, что жизнь продолжается. Поэтому именно поездка на Филиппины и стала конечным пунктом прибытия сына Ра на остров Палаван. И этим я решил закончить. То есть последняя глава «Филиппины», «Любовь моя» и «Гангстеры с острова Палаван». Значит, что я могу сказать, ребята? Работа над этим романом сопровождалась событиями мистического свойства, одной из которых является обложка романа «Сын Ра». Как вы видите, это акварель 1555 года, акварель Мишеля Нострадамуса из его потерянной книги, в которой, к моему изумлению, я узнал персонажей своего романа в деталях. Причем в деталях. Вот обратите внимание, значит, вот этот персонаж, это у Нострадамуса «Вестник» или «Огмий» танцует в туфлях «Японский степ». Вот этот «Японский степ» – это мой пролог Каперетти Акинисан, созданный по одноименному роману Валентина Бекуля «Три возраста Акинисан». Вот этот спецназовец, спецназовец с кобурой для пистолета на правой ноге, вот этот спецназовец дергает льва за хвост, тем самым вызывает его гнев. В последующем мы видим, что Огмий использует этот хвост от мертвого льва в качестве веника, то есть он очищает планету. Это мой намек на мою рок-оперу «Спецназ» 2006 года, я ее написал в Хабаровске, как раз посвящается проблематике офицера специального разночения. И, кроме того, здесь есть указание на то, что этот спецназовец в зеленых гидрошортах, то есть это боевой пловец, зеленые гидрошорты – это намек на ислам. У меня в конце моей рок-оперы офицера спецназа принимает ислам после чеченского плена. Значит, здесь у нас очень интересный персонаж. Как вы видите, одежда у него характерная. Значит, одежда флага Украины – желтая и синяя. Но вот только перевернутый флаг. Что это означает? Этот персонаж из моего романа по кличке Борода или Юра Макаров. К сожалению, в 1995 году он трагически погиб, выпав из окна или восьмого этажа. Он был по матери украинцем. Мама у него чистая украинка. Поэтому здесь идет указание на перевернутый флаг Украины. Кроме того, Юра отсвечивал свои… у него была шикарная шевелюра. И он их волосы подкрашивал в красный цвет для того, чтобы эпатировать публику. Юру, как вы видите, душит зеленый змей. Он от этого и погиб. К сожалению, алкоголизм сопровождал всю его жизнь. Значит, здесь колесо времени, которое рука, видимо, Бога, управляет или поворачивает. Ну, собственно говоря, рука того же розового цвета, что и одежда у Укмия, вестника. То есть идет указание на то, что автор вот этого всего действия поворачивает колесо времени в разные стороны, вспоминая события из жизни. Это как раз принцип построения моего романа «Колеса». Потому что он представляет собой именно путешествие во времени длиной в 60 лет. И, собственно говоря, главы «Мой друг Кузьмин», «Одиссей из Поднебесной», эти главы, суть представляет собой как раз вращение, возвращение к событию прошлого. Поскольку автор находится в Красноярске и вспоминает, его посещают воспоминания о прежних событиях. И таким образом получается постоянно вращение вокруг одного персонажа, вот этого колеса времени, где события, персонажи вращаются тоже мистическим образом вокруг одного действующего лица, ну, собственно говоря, автора автобиографического романа. Ну, что я могу вам сказать, друзья? Читайте мой роман, вы его найдете на просторах интернета. Можете посмотреть, если вы хотите приобрести эту книгу, то есть видеообзор на цифровой витрине, так называется, видеообзор романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра», где есть реквизиты литературного агентства и издательства «Альтоспера Паблишинг» в Канаде, где вы можете приобрести эту книгу. Ну и в заключении я хочу вам показать пролог к моей оперете «Окини Сан», которая как раз и содержит указание «Акварель Нострадамуса», где этот персонаж по имени Огмий танцует в японский степ. Добро пожаловать в мир сына Ра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok